Алоэ Вера Гель Универсальная штука Подлечивает любые волосы Даже самые поврежденные И для окрашивания Мы возьмем СО2 экстракт облепихи Выберем Флакон для нашего шампуна Я хочу взять большой флакон На 250 мл Потому что я буду Пользоваться этим шампунем каждый день Есть еще промежуточный вариант Который мне очень нравится Это 50 мл оливковый флакон Очень удобен, если вы, например, едете куда-то на неделю Базу для шампуня мы возьмем От компании Актив Актив Хэйр Универсальная база, которая подходит Для шампуня Для любого типа волос У нас все готово Я как настоящая девочка передумала Не все у нас готово Хочу еще наклеечки На пленке Их можно под душ И не бояться, что они размокнут На дворе весна И сегодня мы решили сделать Шампунь для волос Потому что хочется, чтобы волосы блестели на солнце Лично мне хочется Поэтому давайте слепим Идеальный шампунь Какого не купишь Ни в одном магазине Для этого мы берем основу Актив Хэйр Это абсолютно универсальная основа для шампуней Которая помогает оздоровить волосы Сделать их блестящими Сильными И для того, чтобы придать ей Нужные свойства Мы будем добавлять Активы О них сейчас я вам и расскажу Сегодня мы возьмем витамин Е В качестве основной добавки Потому что он улучшает структуру волоса Придает ему блеск И здоровый вид Мне это очень хочется Апельсиновая пудра Это классная штука Которая содержит кислоты Которые запаивают структуру волоса И делает их более блестящими Из запахов И, соответственно, полезных свойств Мы берем масло чайного дерева Которое, опять же, снимает все повреждения с волос Если вы часто пользуетесь плойками Если вы любите утюжки То это для вас И лайм Мне его хочется использовать Исключительно потому, что мне нравится его запах В качестве красителя Сегодня я возьму экстракт СО2 облепихи Он придаст красивенький цвет Вот такой вот желтенький И при этом обогатит шампунь полезными витаминами Кроме того, я выбираю еще одну добавку Это алоэ вера гель Мне он нужен, опять же, для того, чтобы восстановить волосы Я часто пользуюсь утюжками, феном И всякими такими штуками, которые портят волосы Итак, возьмем основу У меня она вот в такой большой бадье 1 кг И наливаем 250 мл Вы видите, что основа достаточно густая Консистенция густая И в такую консистенцию Очень сложно добавить какие-либо активы Потому что размешать сложно Мы для упрощения задачи Ставим ее в микроволновую печь Нам хватит 40 секунд Итак, основа у нас горячая, но жидкая И теперь мы начинаем ее обогащать Первое, что я предлагаю добавить Это апельсиновую пудру Потому что она сложнее остальных растворяется И все-таки имеет текстуру Не жидкую Я возьму ее на глаз Примерно 3 грамма Она здорово запаивает чешуйки волосом Потому что содержит полезные кислоты Ее нужно достаточно долго мешать Приготовьтесь к этому Но результат будет того стоит Следующее, что я хочу добавить Это СО2-экстракт облепий Его тоже можно добавлять вполне себе на глаз Потому что основная его задача будет Красивенько окрасить И вы уже видите, что буквально 5 капель окрашивают шампунь В идеальный желтый цвет Никаких синтетических красителей Для этого не нужно Дальше Алоэ вера гель Повторюсь, это штука, которая помогает Подлечить ваши волосы Если вы часто пользуетесь Термостойкими вещами Я добавляю 2,5 мл На 250 грамм И перемешиваем Нам осталось добавить токоферол Его я хочу добавить 5 мл на 250 грамм Опять же, использую для этого пипетку пастера Он гуще, чем нам хотелось бы Поэтому в пипетку засасывается тяжело Добавляйте по 1 мл И все нормально будет Опять Тщательно перемешиваем наш шампунь Он до сих пор жидкий Видите, после добавления токоферола Он начинает мутнеть Мне прозрачность не важна Мне важен результат Чтобы волосы были красивыми Для меня это не критично Для кого критично, чтобы шампунь был прозрачного цвета Просто не добавляйте токоферола Используйте другие добавки И сейчас Мы на завершающей стадии Начинаем использовать Масло чайного дерева И масло лайма Чайного дерева я добавляю На этот объем 10 капель Потому что кроме того, что Оно хорошо пахнет Оно еще и очень полезно 10 капель масла чайного дерева И шампунь уже хорошо пахнет И 10 капель масла лайма Любые цитрусовые Очень хорошо идут в шампуне Потому что кислоты Придают волосам блеск Кроме того, это всегда поднимает настроение И очень хорошо пахнет Ну что ж, самое сложное у нас позади Мы получили шампунь И теперь все, что нам нужно Перелить его в удобный для нас флакон Флакон можно брать любой Я взяла 250 мл Потому что я хочу поставить его в ванной И пользоваться именно постоянной основой Но если вы хотите, например, сделать шампунь в путешествии Возьмите флакон меньше У нас они есть в наличии От 15 мл и выше У меня банка с удобным носиком Поэтому шампунь перелить очень легко Видите, он уже однородная текстура Никаких сгустков Ну что ж, мы получили наш шампунь Ни одной синтетической добавки Никаких СЛС Только польза Чуть позже он загустеет И будет опять в первоначальном видео В таком киселеобразном И дозировать его станет позже В своем составе мы не использовали Активов, которые содержат воду Поэтому добавление консерванта Нам не потребовалось Но если вы используете гидролаты Отвары и прочие водные добавки Обязательно используйте консервант Чтобы ваш шампунь не зацвел А еще мне хочется сделать наш шампунь весенним И для этого я использую нашу пленочную этикетку Шампунь ручной работы Я ее приклею на флакон Получается вот так Редактор субтитров А.Семкин